Минфин США готов работать с Конгрессом США по вопросу привлечения к ответственности «Газпрома» за деятельность, которая нарушает американские санкции. Заявил замминистра финансов США Адивали Адиема на слушаниях в Комитете по банковским жилищным и городским делам Сената Конгресса США. Один из сенаторов подверг Минфин США критики за то, что министерство отказывается вводить санкции против оператора газопровода «Северный поток-2» компании Nord Stream 2 Egi. Единственным акционером которой является «Газпром». «Мы привержены тому, чтобы работать с вами в этом комитете, чтобы привлечь «Газпром» к ответственности за его деятельность, которая нарушает наши санкции», ответил Адиема. При этом замминистра ушел от ответа на вопрос, считает ли Минфин США, что Nord Stream 2 Egi ведет деятельность, которая подпадает под американские санкции. Между тем госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил 19 мая, что США отказались от введения санкций в отношении компании Nord Stream 2 Egi и ее главы Матилса Варнига, отмечает ТАСС. По словам Блинкена, такое решение отвечает национальным интересам США. Однако США ввели санкции против ряда российских участников проекта строительства газопровода. США и Германия достигли 21 июля соглашения по «Северному потоку-2». В частности, США признали, что санкции не остановят проект, а Германия обязалась добиваться продления транзита российского газа через Украину. США оставили за собой право принимать меры в случае якобы использования России энергоресурсов в качестве геополитического оружия в Европе и агрессии в отношении Украины. Россия неоднократно подчеркивала, что «Северный поток-2» является коммерческим проектом, а Москва никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.